дорогие друзья как меня слышно я приветствую вас спасибо за ваши плюсики проходите располагайтесь поудобнее пишем смс очки ватсапе и скайпе приглашаем еще своих партнеров для нашим чаты потому что сегодня мы встречаем лидеров которые не понаслышке знают что такое финансовая грамотность это не теоретики это лидеры практики наши друзья наши коллеги лидеры с большой буквы в открытой квалификации опирают директоров партнеры которые имеют ряд недвижимости обо всем об этом они вам расскажут и так встречайте много уважаемых лидеров нашей команды команды продвижения гигарминых веронику и дмитрия сегодня выступит перед нами сильная половина семьи дмитрий гарнин бурными аплодисментами встречаем друзья очень важная тема внимайте спасибо за просмотр! Так, напишите, друзья, как меня слышно. Так, со звуком в видео я себя вижу, а вот с звуком ваша задача проверить. Так, отлично. Итак, ребята, тогда пара вопросов сначала для вас напишите. Напишите, пожалуйста, кто из вас первый раз на вебинаре по финансовой грамотности, кто вообще первый раз? Поставьте плюсик, я напишите. Первый раз, то есть ни на каких вебинарах по финансовой грамотности ни разу не было. Понял. Много. Много народу. Понятно. Ну ладно. Давайте тогда попробуем поработать на эту тему. давайте. Потому что я считаю, что очень много людей у нас плохо разбираются в деньгах, очень много людей не знают, кто такое деньги и, к сожалению, совершают много финансовых ошибок. Я сейчас постараюсь рассказать основы финансовой грамотности, то есть основную идею, то есть как стать финансово независимым и основное понимание, в каком направлении нужно смотреть на деньги, на зарабатывание денег и постараюсь вот эту основную мысль вам сегодня донести. надеюсь, вы собрались сегодня не зря, надеюсь, вы действительно хотите научиться финансам, да, что такое деньги, научиться грамотной миростализации и так далее. И надеюсь, что сегодня многим из вас этот вебинар станет очень полезным. Итак, давайте начинать, надеюсь, у нас народ подтянулся и так далее. Меня зовут Дмитрий Гармен, я являюсь одним из основателей организаторов проектов продвижения, я являюсь лидером команды продвижения и я являюсь директором компании Reflame. И сегодня я постараюсь рассказать, почему я этим бизнесом занимаюсь, почему для меня Reflame это инвестиционный бизнес и почему я считаю, что здесь можно именно от финансовой независимости и добиться. Итак, с чего же мы начнем? Давайте посмотрим на эту картинку. Кто себя в будущем, скажем, когда у вас будет уже такой зрелый возраст или пенсионный возраст, кто себя в будущем представляет именно так. Кто бы хотел или себя видит, когда вы достигли уже зрелого возраста, примерно выглядит ваша ситуация жизни вот так. То есть вы на море, вы наслаждаетесь жизнью, вы в очень красивых местах, вы путешествуете, вы можете себе позволить поехать в одну часть света, в другую часть света, посмотреть мир в тех местах, где вы еще не были. Хорошее желание, я считаю, это нормальное желание и многие, я думаю, хотят жить именно такой жизнью на пенсии, если будем называть это возраст пенсионный. И многие, я надеюсь, там и будут такой жизнью жить. Но что мы часто видим? Почему у нас часто для меня картинка вот такая? Как часто вы видите вот такие картинки? Когда люди в пенсионном возрасте примерно выглядят следующим образом, когда они считают каждую копейку, когда они радуются повышению пенсии на 200 рублей, когда вынуждены ходить в магазин и высчитывать, что им можно купить, что нельзя. Почему такая большая разница? Почему вроде бы все люди хотят жить одной жизнью в плане финансов, а получается совсем другая? Я, к сожалению, вижу вторую картинку в 99% случаев. А первую картинку, которая вроде бы должна быть у большинства людей, почему-то мы видим очень-очень-очень редко. И я уже несколько раз был за границей, и я почему-то не вижу там пенсионеров, именно наши русские пенсионеры, которые живут по-другому никак на этой картинке. Понимаете, насколько большая разница от мечт до действительности? И, к сожалению, очень много людей не задумываются о том, что их ждет в будущем. И они не задумываются, какой дорогой они идут и почему они хотят вроде бы одно, а в итоге получают другое. Чуть-чуть далеко ходить, посмотрим на своих родителей или на своих соседей. И так далее. Получается, очень много людей прямо сами себе делают путь пенсионной ловушки, не понимая, не понимая, какие ошибки они делают сегодня, не понимая, почему сегодняшние вот эти действия в итоге приводят зачастую к плачевному результату. Согласитесь, что так оно и есть. Очень много людей приходят к пенсии и остаются без денег вообще. И почему так происходит? Моя цель – попытаться вам сейчас рассказать простые правила и попытаться рассказать, почему так происходит и в каком месте люди совершают ошибку. Вообще, кто бы выбрал первый вариант вместо второго? Кому действительно хочется через много-много лет прийти к пенсионному возрасту с деньгами, с нормальным уровнем жизни. И когда уже вы не будете себе вопрос задать, где взять денег на покушать, а будете другие вопросы задавать, в какую страну поехать, где еще нет. Надеюсь, многие из вас реально хотят выбрать первый вариант вместо второго. И это нормальное ваше желание. Давайте начнем наш вебинар с квадрата денежного потока. Есть такой очень известный автор Роберт Киосаки. Я очень надеюсь, что большинство из вас читало этого автора. Но если вы не читали, то, пожалуйста, возьмите себе на заметку. То есть, по Роберт Киосаки. Прямо так и называется. Квадрат денежного потока. И обязательно прочитайте, а желательно не один раз. То есть, я эту книжку читал много раз. И у меня аудиокнига в машине есть. И каждый раз, слушая или читая, я что-то новое нахожу. Итак, все деньги, точнее все способы зарабатывания денег в мире делятся на 4 способа. То есть, где бы вы ни работали, скорее всего, вы находитесь в одном из квадратов этого денежного потока. То есть, есть люди, которые работают на наемной работе, и это буква Р. То есть, слева вверху. То есть, люди на наемной работе концентрируются и думают, где найти работу получше. То есть, это люди думают примерно так. Я ищу хорошую высокоплачивую работу. Где мне платят больше, чем на предыдущей работе. Где работа ближе к дому. Где хороший коллектив. И где начальник разрешает отдыхать в тот месяц брать отпуск, в который мне удобно. Где есть премии на работе. И где хорошие условия. Там светлые помещения с кондиционерами. И зимой не холодно. И так далее. То есть, это наемные сотрудники, которые примерно рассуждают так. Напишите, пожалуйста, кто из вас думал когда-нибудь или думает сейчас примерно так же. Кто из вас думает, что нужно найти хорошую, классную, высокоплачиваемую работу. На которую хорошо платят. Чтобы эта работа приносила больше денег, чем предыдущая работа. И чтобы там был отличный коллектив, начальник и так далее. Кто думал или думает именно так? Смотрите, если вы на наемной работе работаете, вы скорее всего думаете именно так. И так думает большинство людей. Особенно в нашей стране, потому что у нас в стране очень много людей работают на наемной работе. И при разговоре с этими людьми вы часто будете слушать эти слова. Вы часто будете слушать, когда человек говорит, я работаю на стабильной, надежной работе. Я работаю на очень стабильной, потому что это на государство. И так далее. У людей в голове ценность, когда для них очень важно, чтобы работа была стабильной. Чтобы это была либо государство, либо очень крупная компания. И чтобы там были хорошие условия труда. То есть это ценность. И именно на эти, скажем так, моменты большинство людей и смотрит. То есть они именно выбирают по этим порядкам. Что выбрать. Для них это ценности. Но очень часто мы видим людей, которые, поработав на наемной работе, хотят работать на себя. То есть это предприниматели, которые начинают немножко думать по-другому. Они говорят, зачем работать на кого-то. Зачем я буду работать на дядю, на начальника, когда я могу работать на себя и всю прибыль забирать себе. То есть я сам все умею делать. Я сам могу организовать свое рабочее место. Сам буду находить клиентов и получать 100% прибыли с этих клиентов. То есть я не буду больше работать на кого-то. Я буду работать на себя. Напишите, пожалуйста, кто думал или думает примерно так. Кто говорит такие слова, которые говорят, зачем я буду работать на кого-то. Я буду работать на себя. Лучше работать на себя, чем на дядю. И так далее. Кто рассуждает именно так? Примерно так. Итак, я работаю на себя. То есть люди говорят, зачем я буду отдавать прибыль кому-то. Но как ни странно, то есть и работники по найму, и люди, которые работают на себя, они забывают об одной очень важной вещи. Они забывают о том, что для того, чтобы заработать деньги, им в любом случае нужно потратить свое время. Это значит, что если вы продолжаете работать, вы зарабатываете деньги. Вы можете очень хорошо зарабатывать деньги. Вы можете очень много зарабатывать деньги, но при условии, что вы тратите свое время. И если даже вы работаете на себя, если даже у вас, как многие говорят, свой бизнес, и этот бизнес требует непосредственно вашего участия, пусть не каждый день. Пусть это будет половина месяца, то есть вы работаете, а половина отдыхаете, но если вы не занимаетесь, не тратите время совсем, то у вас доход в скором времени будет равен нулю, а в случае наемного сотрудника сразу равен нулю. Не работает, ничего не зарабатывает. И вот это очень важный момент. Важный момент в том, что и наемники, и люди, работающие по найму, и люди, которые работают на себя, они вынуждены тратить свое время. И это время отнимает часть их жизни для того, чтобы они его могли менять на деньги. Что же тогда в других квадратах денежного потока? А вот в правой части есть буковка Б и буква И. Это бизнес, большой бизнес и инвестиции. Как думает бизнесмен? Как рассуждает бизнесмен? И я сейчас постараюсь объяснить, чем это отличается от предпринимателя. Бизнесмен думает примерно так. Он говорит, у меня есть финансовый план. У меня есть финансовый план, по которому я хочу очень много зарабатывать, но не работать вообще. И у меня для этого есть бизнес-система. Бизнесмен не думает, как он будет сам работать на работе. Он всегда ищет людей, которые будут участниками бизнес-системы, которые он создает. Для бизнесмена очень важно, чтобы не он был специалистом в какой-то области, а для бизнесмена очень важно нанимать хороших специалистов в какой-то области, которые будут лучше, чем он сам. И для бизнесмена очень важно, чтобы его бизнес или его бизнес-система работала без его участия совсем. И давайте я вам приведу такой пример. То есть, например, вы решили работать на себя. И вы открыли свой магазин. И вы открыли магазин, в котором сами являетесь руководителем. То есть, вы наняли себе бухгалтера, управляющего, возможно, даже наняли себе продавцов и так далее. Но вы вынуждены сами контролировать многие процессы, какие-то ключевые моменты, без которых магазин не функционирует. Если вы вынуждены работать сами, то это еще не бизнес. Да, вы можете, может быть, даже открыть второй магазин, который вы тоже будете управлять и ездить из одного в другой, может быть, даже третий. Но ключевой момент бизнесмена в том, что он может открыть любое количество магазинов. То есть, возьмем там, вот у нас есть сеть Мариэра. Сейчас это около 800 магазинов. Или возьмем там сеть Магнит. То есть, в этом году сеть Магнит, хозяин Магнита планирует открыть 2200 магазинов. Как вы думаете, он работает в любом из этих магазинов сам? Хозяин сети магазинов, где 100-200 тысяч магазинов, хоть в одном из них работает? Ответ – нет. Если бы он хоть в одном из них сам работал, он бы не смог открывать следующее. Понимаете, чем отличается бизнес от предпринимательства? Бизнесмен всегда создает бизнес-систему. Он создает самостоятельно работающие бизнесы, которые могут существовать без его участия. И таким образом, каждый следующий открытый им магазин не требует его вмешательства и он может открывать следующее. Понимаете, да? То есть, когда задача бизнесмена не самому работать где-то, а создать самостоятельно работающий магазин, нанять правильных людей, сделать так, чтобы в случае чего этот магазин работал без его участия вообще. То есть, это значит, что там есть люди, которые нанимают на работу, увольняют с работы, контролируют доставку, качество продукции, отвечают за склады, ценообразованием занимаются и многое другое, которое позволяет делать все в замкнутом цикле. Бизнесмены могут открывать любое количество магазинов, потому что все предыдущие им открытые не отнимают у него время. И если вы становитесь бизнесменом, то у вас должна быть правильная работающая бизнес-система. Бизнесмен всегда ищет людей на работу, правильных, грамотных, ему нужны правильные люди на работу, и он никогда не говорит, что если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Так говорят предприниматели. То есть, предприниматели говорят, если что-то хочешь делать хорошо, сделай это сам. Бизнесмен говорит, мне нужны люди, которые будут лучше разбираться, чем я. И он организует команды из них и создает себе бизнес. И остается четвертый пункт, это инвестор. Чем занимается инвестор? Инвестор инвестирует в свои финансы, деньги. Он их дает, скажем, предпринимателям, он деньги дает бизнесменам. Он может деньги давать и обычным людям, инвестируя, таким образом заставляя деньги работать на себя. Инвестор занимается тем, что он всегда ищет, как заставить свои деньги работать на него. Как заставить деньги приносить ему прибыль. То есть, он уже не людей нанимает, он заставляет деньги работать на него. Так вот, секрет в том, что хоть в левом квадранте находится большинство людей, 90% людей, а в правом квадранте бизнесменов и инвесторов не более 10%, а на самом деле меньше, то деньги распределяются совсем наоборот. То есть, зарабатывать деньги как раз больше в правом квадранте. То есть, 10% людей зарабатывает 90% всех денег. А в левом квадранте 90% людей, наемных сотрудников и предпринимателей зарабатывают всего 10% денег. И секрет следующий в том, что если вы хотите добиться финансовой независимости, то это можно сделать исключительно только в правом квадранте. То есть, если вы работаете на наемной работе или вы работаете на себя и при этом тратите свое время на эту работу, то шансов добиться финансовой независимости нет никаких. К сожалению, чтобы стать финансовым независимым и добиться этого результата, нужно только работать в правом квадрате денежного потока. Только там есть шанс этого добиться. Опять же, негарантированный шанс. То есть, разориться можно везде. То есть, вы можете везде разориться, как на наемной работе, так и предприниматель может разориться, и бизнесмен разориться, и инвестор может разориться. Какой-то промежуток времени можно зарабатывать тоже везде. То есть, и наемные сотрудники могут хорошо зарабатывать, и предприниматели, и бизнесмены, и инвесторы. Но вот стать финансовым независимым можно только в правом квадранте. Для этого вы должны думать не о том, где найти хорошую работу, а думать как либо организовать свой бизнес, либо как заставить свои деньги работать на вас. То есть, это будет концентрация на разных вещах. То есть, не там, где можно много заработать, а там, где создать самостоятельный источник дохода. И я сейчас об этом немножко дальше поговорю. На этом этапе, друзья, нормально информация ложится. Есть вопросы какие-то? Напишите, пожалуйста, может быть, есть уже вопросы. Может быть, я что-то еще раз объясню. Отлично. Итак, едем дальше. Едем дальше. Итак, специально нарисовал такую табличку. Слева у нас столбик под буквой А, а справа столбик под буквой П. Что это такое? Это активы и пассивы. Активы – это плюсики, а пассивы – это то, что вытаскивает деньги из нашего кармана постоянно. Давайте подумаем о своей жизни. Какие у вас в жизни есть пассивы? Что у вас регулярно вытаскивает деньги из кармана, независимо от того, работаете, вы не работаете. То есть, то, что вытаскивает деньги из вашего кармана прямо вот каждый месяц. То есть, если вы живете в квартире, и даже неважно, наемная эта квартира или вы в своей квартире живете, вы будете за нее платить. В первом случае, может быть, поменьше, во втором – побольше. Если у вас есть машина, то есть, вам надо ее заправлять, вам надо платить налоги, вам надо менять дворники, колеса и так далее. То есть, это вытаскивает деньги из кармана. Если вы залезли в кредит, молодцы пишем, то это вытаскивает из кармана. Если кто-то еще ипотеку взял, то тоже молодец. Вы создали себе еще один пассив. Если вы регулярно любите ездить отдыхать, то знайте, ваш отдых – это пассивы. То есть, каждый год или каждый сезон мы покупаем новую одежду. Это наши пассивы. Потому что, чтобы нам хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, надо постоянно покупать новую одежду. То есть, мы разговариваем по своему телефону и нам надо за него платить – это пассив. Если мы занимаемся спортом – это пассив. Если мы болеем – это тоже вытаскивает деньги из нашего кармана. Вокруг нас очень много пассивов и очень много вещей, которыми мы обрастаем и вынуждены за них постоянно платить деньги. Чем дольше вы живете, чем дольше вы в этом мире осваиваетесь, тем, скорее всего, больше у вас будет пассивов, которые будут постоянно вытаскивать деньги из вашего кармана. И в этом основная состоит ловушка. Ловушка в том, что чем больше вы работаете и больше зарабатываете, тем больше, скорее всего, вы пассивов в себе создаете. И очень часто люди, которые начинают больше зарабатывать, они просто увеличивают этот список пассивов, когда они, например, добавляют туда спортзал, добавляют поход в кино, добавляют отдых туда. Просто количество денег, которое у вас увеличивается с зарплатой, оно просто увеличивает список пассивов. И многие из вас с легкостью могут назвать список своих пассивов, которые постоянно вытаскивают деньги из вашего кармана. А теперь давайте попробуем подумать, а что же у каждого в жизни есть из активов. Тогда надо понять, что такое актив. Актив – это самостоятельный источник дохода, который постоянно уложит деньги в ваш карман, независимо от того, работаете вы или нет. То есть это самостоятельный источник дохода, когда, если вы, например, заболеете совсем, актив будет все равно уложить деньги в ваш карман каждый месяц. Напишите, пожалуйста, у кого из вас какие в жизни активы есть, которые уложат деньги в ваш карман, независимо от того, тратите вы время туда, не тратите вы время, то есть уехали вы отдыхать. И более того, этот актив, он еще передается по наследству, и даже если вы уходите из жизни, то актив продолжает приносить деньги вашим детям. Муж – это актив, да? Понятно. А мужа кормить надо, кстати, он деньги из кармана вытаскивает. Итак, ваши активы. Смотрите, как это сложно, да? То есть какой список пассивов мы с легкостью создавали, и как трудно придумать актив. То есть я прошу прям реальные активы, которые у вас есть сейчас в жизни, не гипотетически, пока нет такого, да, то есть большинство людей говорят нету. Смотрите, как интересно. То есть мы очень много и легко создаем активы, пассивы, но когда я начинаю спрашивать людей, а сколько у вас активов, то большинство людей говорят ноль. То есть большинство людей, к сожалению, за всю жизнь не могут создать ни одного актива. Почему так происходит? Потому что нас никто этому не учит. То есть нас не учат в школе, нас не учат в вузе, нас не учат думать о том, что такое активы, нас лишь учат думать, как найти высокоплачивую работу, где больше платят. И соответственно, чем больше мы начинаем зарабатывать, тем больше мы начинаем создавать себе пассивов. И ситуация на самом деле еще хуже, потому что вокруг вас огромное количество рекламных предложений, огромное количество рекламы как по телевизору, по радио, там плакаты, которые призывают вас создать себе еще один пассив. Оглянитесь вокруг. Вокруг вас очень много информации, которая сознательно или бессознательно призывает вас потратить деньги, купить что-то или создать себе еще один пассив. Зачем ждать, когда у тебя будут деньги, возьми кредит, съезди и отдохни. Зачем ездить на трамвае и купи машину и так далее. То есть купи квартиру, купи это, купи то. То есть вокруг нас огромное количество предложений, призывающие нас потратить деньги и купить себе еще один пассив. И вот это как бы основная проблема, потому что большинство людей не видят, то есть они не видят другой жизни, они видят только вот этот правый столбик, который на экране у вас. Но большинство людей никогда не задумывались, что есть понятие активы и что активы можно создавать и можно научиться их создавать так, что в будущем это придет к финансовой независимости. Итак, едем. Едем дальше. А сейчас, чтобы закрепить эту тему и чтобы дальше рассказать про активы, я вам расскажу одну притчу. Я надеюсь, все ее знают, эту притчу. Я надеюсь, все ее слышали. Но я думаю, что сейчас она немножко в другом ключе будет звучать, то есть в вашей голове. Так, притча о золотой киате, которая несла курицу для одного фермера. Итак, жил был фермер. Жил был фермер, это был обычный работяга. Это был обычный человек, который жил своей семьей, который жил в своем доме. У него была ферма, у него было поле. Он работал у себя на поле. Он был хорошим таким работником, он работал на себя. И каждое утро фермер сонный вставал. И перед тем, как приготовить завтрак, он шел в хлеб, чтобы взять яйцо на завтрак, которое обычно сносила его курочка. И вот в очередное утро сонный этот фермер идет в этот хлеб, еле продрав глаза, то есть как обычно встал в 4 или в 5 утра. И дойдя до курицы, он не верит своим глазам, и он видит, что курица снесла золотое яйцо. Он сначала думает, что это какая-то шутка. Он начинает наглядываться по сторонам, нет ли там хихикающих каких-нибудь родственников, которые решили пошутить над ним. Но никого не видит, он берет в руки это яйцо, оно очень тяжелое. Оно очень похоже на золотое. Фермер не верит своим глазам. Фермер берет это яйцо и в этот же день едет в город, показывает его ювелеру. И ювелир говорит, да, это золото, это чистое золото. И ювелир покупает яйцо у этого фермера по рыночной стоимости. И обратно фермер возвращается с кучей покупок. Он купил много подарков для своей жены, для детей. Он купил много вкусной еды. И в этот же день он закатил пир. Да, что, какое счастье на него свалилось. И вот на следующее утро они уже всей семьей идут в этот клев. И всей семьей они видят, как курица принесла очередное золотое яйцо. И так начинает происходить каждый день. И с тех пор жизнь этого фермера очень круто изменилась. Он начал себе строить огромный дополнительный дом. То есть он сделал ремонт в этом доме. Он купил новую технику для своей фермы. Он нанял работников, которые работали на него. Он постоянно привозил кучу подарков. И у него было теперь много гостей. Они закатывали пир за пиром. То есть эта жизнь была совершенно другой. То есть все были счастливы, веселы. И вот однажды на очередном из таких пиров, которые собрал много друзей. Фермер немножко подвыпив, вдруг начал что-то ругаться. Он начал ругаться на курицу. Он говорил, что это за глупая курица, которая несет всего одно яйцо. И что это за глупая курица, которая не может научить других куриц нести тоже золотые яйца. И вот он так расхарахолился. Он так начал сильно ругаться, что в порыве гнила схватил большой нож, побежал в хлев и разрубил курицу пополам. Но внутри этой курицы он нашел лишь маленькое зародившееся золотое яйцо. Естественно на следующий день убитая им курица не принесла никакого золотого яйца. И постепенно их жизнь начала принимать прежний оборот. И постепенно все вернулось на круги свое. То есть фермер точно так же вынужден был каждое утро вставать в 4 утра. Целый день с утра до вечера работать. Уже не было тех гулянок и пиров. Уже не было тех подарков для детей и жены. И все в принципе вернулось как и было раньше. Какая же была мораль у этой притчи? Мораль простая, что если у вас есть курица, которая несет золотые яйца, наверное не стоит ее убивать. Напишите пожалуйста, если бы у вас лично была такая курица, которая несла золотые яйца, вы бы убили ее? Вы бы поступили как этот фермер? Или вы сделали бы что-то другое? Молодцы. Хранили бы как зеницу лока. На руках бы носили. Конечно, любой здравомыслящий человек, конечно, никогда бы не убил эту курицу. И конечно, глупо это делать. И все в принципе очевидно. Но правда в нашей жизни в том, что мы всегда убиваем своих куриц, которые несут нам золотые яйца. Дело в том, что каждый из нас постоянно убивает куриц, которые несут нам золотые яйца. Мы просто не видим этого. Мы не понимаем этой вещи. И мы постоянно совершаем ту же самую ошибку, которую совершил этот фермер. Мы убиваем своих куриц, которые несут нам золотые яйца. Как ни странно это звучит. Да, как это? Как это? Вот именно так это и происходит. И вот я попытаюсь сейчас вам объяснить, что в нашей жизни всегда появляются курицы, которые несут нам золотые яйца. Но мы, к сожалению, не понимаем этого и просто их убиваем. Мы просто убиваем их и живем дальше обычной жизнью. Не зная, что можно жить немножко по-другому. Итак, как же это выглядит и почему это происходит? Итак, давайте посмотрим, как происходит жизнь обычного человека, то есть обычных людей вокруг нас, которые в большинстве из нас эту жизнь и проживают. В 20 лет молодой человек начинает работать. Он начинает работать, устроившись на работу. И в 20 лет, скорее всего, он еще живет со своими родителями. Они его кормят, у него крыша надговорит. Ну вот он отучился или еще, даже еще не отучившись, идет на работу, устраивается, и его там первая работа приносит небольшие деньги. Скажем, там 15 тысяч рублей, может быть 20. Через какое-то время молодой человек уже хочет жить в своей жизни. И он говорит, я не хочу жить с родителем, я хочу снимать квартиру, жить в своей квартире. И через несколько лет он уже снимает квартиру, уже и зарплата у него может быть повыше. И вот к 30 годам, скорее всего, он уже живет в своей квартире. И, возможно, у него уже есть девушка. И он уже живет не один, с девушкой. И еще больше вероятность, что к 30 годам у него уже появляется ребенок. И он вынужден больше работать, потому что появился ребенок. Ему надо снимать квартиру, ему надо кормить себя, жену или кормить ребенка. Он работает усердно, он работает все больше. И через какое-то время он повышается, по кардиналисце растет, у него доход увеличивается. И как только увеличивается доход, то уже начинаются мысли о том, что нужно свою квартиру покупать, потому что на съемной квартире жить невыгодно. и еще более того, нужно машину, потому что нужно за ребенка возить в больницу, потом в детский садик. И вот проходит несколько лет, и уже у них есть ипотека, они живут в своей квартире, у них есть машина в кредит, они ездят за покупками на машине, они возят ребенка в детский садик. Уже супруга вышла из декретного и уже тоже работает. И соответственно, к этому моменту им уже за 30, ближе к 40, уже жизнь такая обустроена. То есть они уже с ребенком, со взрослым ездят отдыхать, ребенок у них уже входит в школу, то есть они покупают все более дорогой автомобиль, и квартира, которая у них была, уже хочется побольше. И чем больше доходы, тем выше идут запросы. И после 40 лет, в принципе, до 50 ситуация примерно такая же. Если им удается найти работу получше, где больше платят, они ее выбирают. У них есть ипотека, или у них есть еще, помимо квартиры, они там купили дачу, или они купили еще что-нибудь. Там очень много всего можно понакупать, телевизоры, холодильники и так далее. И вот, в принципе, так жизнь и проходит. А когда наступает пенсия, почему-то уровень дохода резко падает. Как только человек выходит на пенсию, по состоянию здоровья, по возрасту, то доходы на пенсии несравнимо маленькие и несравнимо меньше, чем были на работе, где они работали. И почему-то уровень жизни падает. А еще когда у человека возраст, у него добавляется болячек, ему надо больше тратить на более хорошее питание, на лекарства, а желательно бы ездить еще отдыхать куда-нибудь на теплые края. Но, к сожалению, уровень дохода не позволяет это делать. И работу уже высокооплачиваемо никто не дает. И вот так вот происходит обычная жизнь большинства людей. Напишите, пожалуйста, как вы видите ли вы такую картину вокруг себя, как это происходит. И понимаете ли вы, что примерно так и есть. Что год за годом, год за годом будет проходить, у вас будет появляться все, как бы, и даже если работа будет хорошая, будет появляться все больше желания куда-то деньги потратить, купить машину, квартиру, бытовую технику, одежду и так далее. И как же быть, когда вроде бы вот она жизнь, она расписана. И очень часто люди попадают в эту ловушку, когда они устраиваются на работу, первые деньги заставляют их снимать квартиру, они вынуждены больше работать, чтобы еще денег появилось, как только еще деньги появляются, появляются кредиты. И так далее, и так далее, и так далее. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы тратите. Вы только обрастаете большим количеством пассивов, но в этой жизни нет места активам. Но я вам сейчас попытаюсь нарисовать немножко другую картинку, которая, в принципе, очень похожа на эту. Но мы добавим сюда один элемент. Давайте представим того же самого молодого человека, но который немножко смотрит в будущее. когда он точно так же устроился на работу, но часть денег он откладывает. И часть денег, которую он зарабатывает, он просто, скажем, 10%, может быть 15%, может быть 20%, он откладывает просто на накопительный счет. И вот с 20 до 30 лет у него накапливается какая-то сумма. И это какая-то сумма уже достаточно значительная, которая может превратить свой первый актив. Он может превратить его в первый актив, который приносит ему деньги помимо работы. То есть, как вы думаете, за 10 лет можно создать актив? То есть, просто из денег откладывают какие-то деньги, которые можно куда-то инвестировать и которые будут приносить какой-то процент. И вот он за 10 лет создает себе первый актив. Я рисую для вас очень медленный сценарий, специально, чтобы все поняли, что за 10 лет точно можно создать себе актив. Хотя кто-то пишет, можно, но сложно. Итак, за 10 лет он создает себе актив и он продолжает работать в том же направлении. То есть, он планирует себе следующий актив. То есть, когда к 30 годам у него появляется первый, он все равно продолжает не тратить все свои деньги, он откладывает. И, допустим, к 40 годам он создает себе еще один актив, который также начинает приносить ему дополнительный доход. И так он, допустим, поступает каждые 10 лет. Вот каждые 10 лет человек себе создает один актив, который начинает дополнительно приносить ему какой-то доход. И когда наступает пенсия, когда наступает пенсия, то у него, помимо того, что он начинает получать пенсию, у него еще осталось 4 актива. Допустим, эти 4 актива в сумме приносят, ну, скажем, 100 тысяч в месяц. Хорошая пенсия или хорошая дополнительная пенсия в 100 тысяч. И самое интересное, что я вам нарисовал очень простой сценарий, когда с 20 лет до 60, за 40 лет вы себе создали актива всего-то на 100 тысяч. То есть, если вы мне расскажете, что это за 40 лет невозможно, ну, тогда, скорее всего, вы многого не знаете. Да? То есть, если вы говорите, что это инфляция, я вас удивлю, инфляция вам будет еще помогать. То есть, инфляция, инфляция вам будет помогать создавать активы. Переусловив, что вы знаете, как этим инструментом пользоваться и так далее. Какой актив можно создать? Вы можете просто накопить деньги. Вы можете, конечно, накопить деньги, купить квартиру. Хотя, в нашем случае, не всегда квартира это очень высокодоходный актив. Если вы откладываете по 5 тысяч, это всего 600 тысяч за 10 лет. Но вы забываете про сложный процент. Если вы откладываете по 5 тысяч, ежемесячно, и на каждые 5 тысяч капает процент, возьмите калькулятор со сложным процентом и посчитайте. И посчитайте, сколько эти 5 тысяч каждый месяц во что превратятся через 10 лет, во что превратятся через 20, через 30, через 40 лет. Просто возьмите хоть раз калькулятор и посчитайте. Это предусловит, что вы по 5 тысяч откладываете. в нашей системе это очень сложно. Поверьте, это не от системы зависит. Какие реформы? Вам сказали гаражи. Давайте, вот вы купили 20 лет назад гараж. Какая реформа помешает вам сегодня получать с этого гаража доход? Какая реформа? Да, ежемесячная капитализация процентов. есть такая вещь. Вы же понимаете, что можно искать причины, почему у вас не получится, сразу отметая эти варианты. А можно подумать, как, каким образом даже небольшие деньги, которые вы откладываете, можно превращать в актив. Как и каким образом, потому что вариантов на самом деле десятки. И самое простое, это просто ложить в банк. Там чуть проще, там ли чуть важнее, это покупать какие-то объекты недвижимости, пусть недорогие, которые можно сдавать в аренду. А есть еще всякие другие варианты. Поэтому вопрос, за 10 лет, научитесь или хотя бы запустите мысль в голову, что уж за 10 лет точно можно создать актив. Уж за 10 лет актив может создать в любом случае, если вы на это нацелены. А если вы нацелены с сознаниями, то это намного-намного-намного быстрее все происходит. То есть, очень это быстро происходит. И я вам сейчас могу там и свой пример показать, да, то есть, и что в итоге получается, да. Итак, моя задача показать вам просто идея, да, или просто мысль, в каком направлении вы должны смотреть, помимо думать, где найти работу побольше или получше, где больше платят. Вы должны немножко параллельно начать думать, какой актив я сегодня создаю, чтобы через несколько лет он приносил мне деньги, помимо моего основного дохода. Какой актив я сегодня создаю, да, и какой актив у меня уже есть, я еще создаю, да, и наступает момент, когда количество ваших активов уже покрывает все ваши пассивы, и вы можете уже не работать и вообще не искать работу, а вы можете думать только какой очередной источник дохода вы сейчас создаете. Вы просто должны об этом подумать, да, на самом деле это все давно скажем известно, да, эти вопросы активы, про них очень много книг пишут, нужно просто начать садиться и разбираться, взять калькулятор в руки, взять посчитать, взять посчитать, сколько просто деньги превращаются в какой актив, или сколько инвестированные деньги превращаются, куда их можно инвестировать, и чтобы было, если бы, например, 5 лет назад купили акции магнита, чтобы сегодня это получилось, да, и так далее, вариантов очень много, и просто начать об этом думать, и что было бы, если бы, там, вы, там, два года назад купили доллар, да, и так далее, да, вариантов очень много, и я не говорю, что они, там, есть какие-то все очень правильные, секрет в том, что, если вы берете часть своих денег, разделяете их на много частей, там, на 10 частей, эти 10 частей, все инвестируете куда-то, и пусть вы даже инвестируете в какие-нибудь там, ну, пусть в высокорискованные там проекты, ну, относительно высокорискованные, не, скажем, не мошеннические, да, то, даже если это один из 10 выстреливает, то он покрывает все убытки всех остальных вместе взятых в разы, понимаете, то есть, бывают такие выстрелы, да, в плане доходов, когда ваши инвестиции увеличиваются в 30 раз, 30 раз, да, не в 2 раза, не в 3, а в 30, да, и так далее. Итак, какой же я рекомендую, ну, не только я, то есть, на что же нужно обратить внимание? Нужно для себя создать финансовый план. То есть, финансовый план, для начала, он может быть очень простой. То есть, он может быть простой, как вот, например, я пишу на экране, то есть, первое, не тратить часть заработанных денег, то есть, деньги, которые вы не тратите, и которые вы оставляете, то есть, это ваша золотая курица, которая начинает у вас расти. Как только вы научитесь не тратить часть, ключевой слой, не все деньги, часть заработанных денег, вы начинаете выращивать свою золотую курицу, которая в будущем будет приносить вам золотые яйца. Если вы научитесь не тратить эти деньги, то это значит, что вы не будете убивать свою золотую курицу. Большинство людей свою золотую курицу постоянно убивают. То есть, они тратят все заработанные деньги, 100%, нисколько не откладывают, а если и копят, то только копят для того, чтобы купить еще один пассив. купить себе поездку за границу, купить шубу, купить машину и так далее. И очень мало людей копят, чтобы купить актив. Итак, первый план. Научитесь не тратить часть заработанных денег. Открою вам даже больше секрет. Вы станете финансово независимым человеком при условии, что вы будете откладывать деньги, которые никогда в жизни не потратите. Понимаете, да, как это для вас, для многих это парадоксально звучит. Вы будете финансово независимым человеком, если вы научитесь откладывать часть заработанных денег, которые вы никогда, ни при каких условиях не потратите. То есть, это будет ваш актив, это будет та золотая курица, которая будет нести вам золотые яйца. То есть, вы имеете право тратить только проценты от инвестирования. Но саму часть вот этого капитала отложенной деньги и саму золотую курицу вам ни в коем случае нельзя не тратить. Давайте такой пример рассмотрим. За какой-то период времени вы накопили например 10 миллионов. 10 миллионов это ваша золотая курица. Если у вас лежит на счету 10 миллионов, скажем, по 12% годовых, то это 100 тысяч в месяц. То есть, это золотые яйца, которые вам приносят каждый месяц это курица 10 миллионов. Как только вы свои 10 миллионов потратили, вы убили свою золотую курицу. Это как вариант. Давайте другой вариант рассмотрим. Вы получили наследство квартиру. Эта квартира либо может стать вашим активом, либо может стать вашим посевом. Как можно поступить? Можно продать эту квартиру и часть денег потратить на покупку нового автомобиля плюс покупки себе хорошей какой-то одежды и плюс путешествия на следующие 5 лет в разные страны. А можно продать эту квартиру и деньги превратить в актив. То есть, и деньги превратить в курицу, которую несет золотые яйца. Как поступает большинство людей? Большинство людей убивают свою золотую курицу. Они получают квартиру по наследству, они убивают. То есть, они из нее делают пассив. К сожалению, очень мало людей, которые получают в руки возможность создать актив, но не делают это. Потому что люди просто об этом не задумываются. Они не знают, что такое актив. Их никто не учил. Итак, не тратьте часть заработанных денег, постарайтесь копить. Создавайте себе курицу, которая будет вам никогда не брать потребительских кредитов. Никогда. Попробуйте подумать, как создавать активы помимо работы. Не путайте со второй работой, а подумайте просто, пусть это будет маленький актив на первом этапе, пусть это будет несколько тысяч рублей. Просто потренируйтесь. Начните учиться инвестировать. Дело в том, что если у вас уже есть капитал, но вы не умеете инвестировать, вы его потеряете. Поэтому лучше начать учиться инвестировать, когда у вас денег нет совсем. Либо когда у вас очень мало денег, которые вы отложили, на которых можно тренироваться, учиться инвестировать, и вы через какое-то время, через несколько лет поймете, как этими деньгами управлять, и уже без особых рисков будете достаточно гарантированно неплохо инвестировать. Понимаете, да? Что дальше? дальше вы должны подумать о финансовой подушке безопасности. Что это значит? В нашей жизни очень часто случаются финансовые кризисы. Напишите, пожалуйста, были ли у вас в жизни такие моменты, когда вы подумали, вот было бы у меня сейчас на счету столько-то денег, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, я бы вот эту дыру, которая прямо сейчас у меня образовалась, финансовая, закрыла, и это было бы кучу моих проблем. То есть, это может быть по здоровью, это может быть там машину отремонтировать, да? То есть, это может быть там ремонтом залили, там что-нибудь ремонт надо делать. То есть, были ли вот такие случаи в жизни, когда вот было бы у меня пачка денег, да? Я бы сейчас закрыл и голову бы не грел вообще. Когда вы думаете, почему мне это нет, да? Такие столько бы проблем решилось сразу. Так вот, финансовая подушка безопасности помогает вам избежать финансовых кризисов. И очень часто у людей случаются настолько серьезные финансовые кризисы, которые выбивают из калинии так, что люди годами потом восстанавливают вот эти проблемы финансовые, когда вы вынуждены что-то срочно дешево продать. Бывают люди и квартиры дешево продают, очень срочно или еще что-нибудь занимают деньги под большие проценты. И это просто потому, что у них в данный момент нет какой-то суммы. Просто нет какой-то суммы, которая бы закрыла эту проблему и они могут не думать вообще. Но часто мы в жизни переходим к такой ситуации, когда у нас нет денег, у нас проблема наваливается на проблему и мы вынуждены принимать очень много неправильных таких обращений финансовых, за которых рассчитываемся много лет. Подушка безопасности вам позволит избегать вот этих проблем и поверьте, она вам сэкономит годы жизни. Просто годы жизни при условии, что у вас есть какая-то сумма денег, которая вам позволит закрывать вот эти финансовые дыры достаточно легко и быстро. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. когда у вас есть миллион рублей, вам намного легче и спокойнее жить будет. Вы будете по-другому смотреть на жизнь, у вас не будет финансового давления, когда вы думаете где-то 15 тысяч взять, потому что вам не хватает на кредит или еще что-нибудь. И этот миллион на счету вам позволит видеть больше возможностей вокруг, которых с финансовым давлением вы не увидите. когда у вас в голове мысли где лет 15 тысяч, эти мысли не дадут вам увидеть море возможностей других, потому что вы сконцентрированы на мелочах. Если у вас на счету серьезная сумма денег, которую вы не тратите, просто лежит, она вам позволит замечать такие вещи, которые вы при обычной жизни не заметили. Второй пункт создать актив превышающий зарплату. Это значит, что вы должны думать примерно так. На наемной работе работать неплохо, но нельзя там работать вечно. То есть рано или поздно мне нужно создать активы, когда я могу бросить работу наемную совсем и сконцентрироваться только на создании новых активов. Это значит, что вы должны сразу изначально запланировать на работе не более 10 лет. Через 10 лет у меня должно быть один или несколько активов, которые позволят больше не работать на кого-то, а только думать и тратить время туда, что создает очередной актив. Потому что у вас есть постоянный источник дохода, на который вы можете кушать, жить, снимать или платить коммунальные, путешествовать и так далее. У вас будет источник дохода, который не требует вашего участия на при этом у вас освобождается очень много времени. Время это самый ценный ресурс. Когда у вас освобождается время и вы не тратите на работу, вокруг вас открывается очень много разных интересных возможностей. Это время вы начнете тратить более целенаправленно и с большим умом, с большим результатом. Вы будете создавать новые активы или просто наслаждаться жизнью, путешествовать и так далее. Не забывайте учиться новому. Не забывайте, что сегодня информация тоже ценный ресурс. Если вы владеете информацией, владеете миром. Поэтому учиться нужно постоянно, читать какие-то книжки, общаться с умными людьми, всегда видеть эти новые возможности и многие из них не упускать. Ставьте себе цель. Например, я написал цель, для примера, у каждого может быть своя. Например, такая цель. Вы не работаете на наемной работе. Это ваша цель. Суммарные ваши доходы от активов в два раза превышают ваши расходы. Это значит, что вы можете половину денег не тратить вообще. Половина денег, которую вы зарабатываете, вы можете откладывать. Дальше свое время вы тратите на свое здоровье, на самообразование, на общение с друзьями, с родными, с близкими, с детьми. Может быть, вас вдохновляет заниматься благотворительностью. Это очень хорошая цель. Учите окружающих тоже, что такое деньги, учите их финансовую грамотность. и постоянно создавайте новый актив. Чем больше активов вы создаете, тем ближе и надежнее ваша финансовая незактивность. В конце немножко о том, почему я занимаюсь этим бизнесом и почему для меня это инвестиционный бизнес. Когда я пришел в этот бизнес, я увидел именно эту возможность, что здесь можно создавать активы. Я увидел, что каждый мною вырученный директор, желательно несколько директоров в одной группе, это мой самостоятельный бизнес, который может работать без моей помощи как самостоятельная работающая система. И если вы выращиваете директоров с очень хорошим доходом, которые умеют работать без вас, которые умеют увеличивать свой доход, то вы себе создаете очень надежные активы. И вырастив несколько таких директорских групп, вы получите тот самый эффект, как будто вы купили несколько квартир и сдали их в аренду. То есть мы получаем процент товарооборота наших директорских групп, даже если с ними не работаем вообще. Поэтому учитесь видеть эту перспективу и концентрируйтесь на том, чтобы в вашей команде появилось как можно больше самостоятельных лидеров, которые умеют не только сами зарабатывать деньги, но еще желательно умеют выращивать таких же директоров, потому что нам платят и за глубину в том числе. С первой линии директоров мы получаем 5%, со второй линии получаем 2%, и с глубины еще дальше. Если под вами появляются люди, которые зарабатывают больше вас, это очень хороший признак. Это значит, что вы научили людей зарабатывать больше, вы, а те могут научить следующих зарабатывать еще больше. Если вы думаете, что бизнес всегда строится, когда сверху люди всегда больше зарабатывают, то что у нас снизу получится? Если сверху больше зарабатывать, то в самом конце мы до бомжей дойдем. Поэтому низ с увеличением дохода. И чем больше у нас людей, которые начинают хорошо зарабатывать под нами, тем более перспективен этот бизнес. И самое еще привлекательное то, что в этом бизнесе уровень нашего резидуального или остаточного дохода достигается намного быстрее, чем при простых финансовых вложениях. Скажем, я этим бизнесом занимаюсь 7 лет. Я этим бизнесом занимаюсь 7 лет и за 7 лет мой доход от самостоятельно работающих групп, то есть пассивный доход, уже в несколько раз превышает, чем те деньги и те миллионы, которые у меня инвестированы в активы, недвижимость и так далее. На сегодняшний день у меня инвестировано за 7 лет, опять же, я когда начинал этот бизнес, у меня не было активов, я в тот момент и начал изучать эту финансовую грамотность, за 7 лет у меня инвестировало где-то 7 миллионов рублей. Вы говорите, где, как можно накопить всего 600 тысяч и так далее. Поймите, что когда вы начинаете заниматься финансовой грамотностью, ваш доход может быть небольшой, как у меня, около 30 тысяч. Вы начинаете откладывать копейки, вы начинаете откладывать небольшие деньги, но вы вырабатываете и с ростом доходов вы все больше и больше откладываете. И на первом этапе, отложив тысячу, вы думаете, если я тоже тысячу, мне дать через 10 лет, но вы забываете, что во-первых, это тысяча со времени превращается в несколько тысяч, потому что ваш доход будет расти. И привычка откладывать прививается с маленьких доходов, и когда у вас доходы большие, вы на автомате не напрягаясь это делаете, ваш капитал начинает расти очень быстро. У меня за 7 лет накопилось 7 миллионов. Эти 7 миллионов инвестированы и приносят мне какой-то доход. Но самое интересное, что Reflame приносит денег больше, чем эти 7 миллионов. Поэтому это очень хорошие инвестиции. Это очень хорошие инвестиции, которые не просто достаточно быстро приносят этот результат, как много квартир, но и параллельно этот доход, который я здесь получаю, мне позволяет еще дополнительно инвестировать, что мне приносит еще дополнительные активы. То есть Reflame сам по себе является группой моими активами. Деньги, которые я получаю, мне удается еще откладывать, которые на сегодняшний день еще около 7 миллионов накопилось. Вот посмотрите, с чего можно добиться до 7 лет. И я когда-то начинал точно так же, как и вы. новички, сегодня начинают. Только сегодня у нас есть готовая четкая система, позволяющая этого добиться намного быстрее. То есть если мне удалось за 7 лет добиться того, что сейчас у нас в команде люди добиваются за 1,5-2 года, это наверное о чем-то говорит. построение структура. Поэтому наш бизнес это отличный способ инвестирования только не ваших денег, а именно мозгов, инвестирования ваших знаний, вашего времени, ваших навыков, инвестировать в людей, которых вы приглашаете и помогаете им выйти на очень хороший уровень дохода. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, увидьте, что именно здесь можно добиваться таких результатов. Когда вы и хорошо зарабатываете, и при этом помогаете людям, и заработанные деньги, не забывайте откладывать, инвестировать, и у вас будут еще дополнительные активы, которые помогут вам в будущем делать невероятные вещи, и то есть жизнью, которую на первом слайде помните, в будущем мы хотим жить, то это станет реальностью. Вот на этом у меня пока все. информация моя большей частью взята от этих авторов, то есть это Роберт Киосаки, это Бобер Шефер. Если вы этих авторов не читали, очень рекомендую почитать, но и многих других авторов. Если у вас есть вопросы, могу сейчас на вопросы подключать. Конечно, если у нас есть время. Я не знаю, после этого вебинара есть ли еще что-то. итак, может быть, есть вопросы, я готов на ваши вопросы поотвечать или что-то еще прокомментировать. Пишите, пожалуйста. Вопросов пока нет. Но надеюсь, снял то возражение, которое у нас начало появляться, я так заметил, когда я говорю, что надо откладывать и за 10 лет создать актив. Есть ли еще эти возражения сейчас про 10 лет, можно ли за 10 лет создать актив и так далее. Вы считаете страхование жизни активом? Да, страхование жизни я считаю активом, но я считаю его очень простым активом для людей, которые не разбираются в активах вообще. Это актив для тех, кто вообще не понимает, что это такое, не хочет заморачиваться и изучать более серьезные активы? В принципе, да. То есть, страхование жизни это актив. Куда инвестировать деньги? Дело в том, что вы должны инвестировать деньги туда, куда не боитесь. И это ключевой момент. Очень много людей спрашивают, куда инвестировать, но забывают о том, что есть понятие страха. Если вы боитесь куда-то инвестировать, скорее всего вы потеряете. Поэтому для того, чтобы куда-то инвестировать, надо просто начать инвестировать с малого. Тех моментов, куда вы не боитесь. Самые простые инвестиции это, скажем, депозит банки. Но даже есть люди, которые даже депозит банка считают очень таким подозрительным инвестированием и очень опасным, где они могут считать, что они могут потерять деньги. Поэтому есть вот эти страхи, которые от незнания происходят. Поэтому я просто рекомендую начать инвестировать туда, куда вы не боитесь. А потом постепенно вы будете знать все более разные и более высокодоходные инвестиции и какую-то часть денег. Опять же, если вы чуть-чуть боитесь, вы можете перенаправить высокорискованные по вашему мнению инвестиции. Спасибо. Спасибо. То есть вклады за страхование до миллиона четыреста застрахованы. Можно где-то презентацию взять? Можно. Можете взять. Я вам дам ее. Как вы считаете, инвестирование в рынок ценных бумаг и Форекс на сегодняшний день рентабельно или нет? Смотрите, Форекс это не инвестиции. Форекс это игра на валютных парах. Для начала. Это нельзя рассматривать инвестиции, потому что Форекс это работа. Вы просто анализируете рынок и вкладывать в какую-то валютную пару, чтобы на изменение разницы этих валют вы на этом что-то заработали. Поэтому это не инвестиции. Ценные бумаги можно рассматривать как инвестиции и Можно рассматривать как инвестиции с двух сторон. Первый момент, ценные бумаги можно инвестировать и ждать дивиденды, потому что у ценных бумаг есть понятие дивиденды. Когда есть высокодоходные дивиденды бумаги куда можно инвестировать и получать просто дивиденды. Но чаще ценные бумаги инвестируют как спекулятивные инвестиции. То есть дешево купил и потом дороже продал. Это понятие может тоже отнести к инвестированию, особенно если вы инвестируете на несколько лет. И это имеет место быть несомненно. То есть инвестиции ценной бумаги это очень часто происходит. Но конечно там тоже есть риски и вы должны это понимать. Если вы инвестируете для дивидендов, то это в чистые инвестиции. Банкам нельзя доверять? Почему банкам нельзя доверять? Можно банкам доверять, особенно если банки застрахованы государством, то можете смело доверять до какой-то определенной суммы. Недвижимость коммерческая. Я не знаю, что это. Это вопрос или утверждение. Инвестирование в золото выгоднее, чем валюту? Как вы считаете? Конечно не всегда. Вы должны понимать, что у каждого имитента есть какой-то период взлета и падения. И вы можете вложить валюту буквально за несколько месяцев, как вы можете последние пару лет наблюдать, то есть у вас очень сильно поднимется ценность этой валюты. И можете точно так же вложить золото, которое упадет в 2000-1200, например. Поэтому не всегда оно в какие-то промежутки времени что-то выгодит. Если брать очень долгосрочное, то есть инвестирование, то золото считается защитным активом. Золото считается тем активом, который инвестирует для защиты. То есть если вы ждете какого-то очень серьезного кризиса и не доверяете ни валюте, ни акциям, то да, надо инвестировать в золото. Но тогда можно рассматривать еще более интересные инвестиции куда-нибудь в произведение искусства и так далее. Но это, наверное, речь идет уже о других деньгах, о других суммах. И вопрос в том, какую сумму вообще вы платируете инвестировать, не забывайте о том, что есть понятие финансовой подушки безопасности, и, наверное, начать надо с нее. То есть очень много людей начинает сразу же инвестировать, забывая, что важнее просто держать деньги под рукой всегда, которые вас защищают от какой-то кризис в ситуации. Помните, да, я вам рассказывал. Поэтому перед тем, как начать инвестировать, я рекомендую просто накопить какую-то часть денег, которую вы не тратите, которая у вас лежит как резерв. Она вас чаще спасет от многих проблем, чем вы на этой сумме что-то там существенно заработаете. Поэтому вот примерно мое мнение, да. Про ПИФы что скажете? ПИФы, в принципе, это опять инвестировать для людей, которые не хотят заморачиваться и не хотят в этом разбираться. Но иногда ПИФы дают достаточно высокий доход, до 20% годовых, что я считаю уже очень неплохо. Если готовы ПИФы вкладывать, ну, вкладывать без проблем. То есть изучайте, да, не бойтесь пробовать, можете какую-то маленькую сумму. Чем отличается компания Avon от Orifame? Так, всем отличается. Avon это американская компания, Orifame это швидская компания, Avon это компания, которая сто лет на рынке. маркетинг-планы совершенно разные. То есть разные способы зарабатывания денег у Avon и Orifame. То есть разный подход к бизнесу от самой компании. То есть Avon по большому счету вам выставляет планы и могут вас там решить статус координатора. И так далее. Поэтому в принципе планы зарабатывания денег огромная совершенно разная система. Вы сказали, что инфляция может помочь. А в каком случае? Инфляция помогает в каком случае? Когда вы начинаете ну смотрите допустим год назад когда год назад у нас какнул доллар. И у нас с учетом скажем того, что начали думать, что сейчас произойдет большой скачок инфляция, банки начали принимать деньги под очень высокий процент. То есть доходило до 20 с лишним процентов годовых. И те люди, которые год назад в январе вложили деньги под 20 годовых, сейчас пожинают в принципе плоды. были инфляционные ожидания, были ожидания, что скажем там скакнет. И защитная реакция банка была принимать деньги под большой процент, потому что люди начали вытаскивать деньги. И можно было этой ситуацией воспользоваться. Можно было воспользоваться, когда в течение двух месяцев можно было вложить деньги под очень высокий процент. И это только один из таких вариантов. Я стараюсь, чтобы понятнее было. конечно инфляция помогает еще более сложным вариантом. Например, когда скакнул доллар, цены в рублях на машины остались прежними, а в долларах они сильно подешевили. Как вы помните, что делали казахи, которые приезжали и скупали машины? Они брали доллары, приезжали в Россию, обменивали доллары на рубли, и скупали машины, которые обходились в два раза дешевле долларов, чем они стоили в Казахстане. Получается, инфляционный момент скакнул, но часть товаров осталась по той цене, которая с учетом этой инфляции превратить в два раза большую стоимость. И таким образом многие предпринимчивые люди этим воспользовались. Они приезжали в Россию, покупали машину за 10 тысяч долларов, потому что рубля они отвозили в Казахстан и продавали за 20 тысяч долларов. Вот вам вариант, когда инфляция помогает зарабатывать. Таких вариантов можно много придумать. изучать. Понятно, да? Надеюсь, логика понятна. И так можно, то есть просто когда вы начинаете изучать, то очень много возможностей вокруг вас открывается. Ну я так понимаю, на этом все. Судя по тому, что Юлия меня поблагодарила. Поэтому ребят, друзья, изучайте что такое деньги, не бойтесь откладывать. Помните про притчу о золотой курице. И помните, что деньги если мы все тратим, мы убиваем свою золотую курицу, которая могла бы нам приносить золотая яйца. И это самый простой и доступный способ для каждого добиться финансовой независимости. Пусть на это уйдет несколько лет, но это очень простой и надежный способ. А если вы еще строите бизнес в нашей команде, если строите в Арифуэйм и серьезно это делаете, то здесь несомненно вы дадетесь намного больших и быстрых результатов, чем просто откладывать деньги. Хотя откладывать деньги в любом случае нужно. Поэтому на этом у меня все. Всем спасибо. Читайте книжки. И мои рекомендации для всех новичков как задание это прочитайте книжку Бона Шефера, которая называется Мани Азбукодетник. Если вы эту книжку прочитали, рекомендую прочитать еще раз. Я ее тоже прочитал уже несколько раз. постоянно что-то новое беру. И вы в этой книжке найдете очень много из того, что я сегодня говорил. Еще раз повторюсь, Мани Азбукодетник. Бода Шефер. Спасибо. Юля написала. На этом ребята, еще раз всем спасибо. Спасибо, что вы ходите, что вы учитесь, что вы в нашей команде. Надеюсь, многими с вами встретимся вживую, пообщаемся. И у вас какие-нибудь вопросы возник. Поэтому на этом все. всем пока, до свидания, удачи, спасибо, процветания и всего хорошего. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...